Приветствую! Сегодня мы поговорим о наболевшем в интернетах вопросе. Хотя этот вопрос извечный, философский, мы ищем ответ на вопрос, кто же мы, кто я? Человек, гражданин или физическое лицо? Как это влияет на мой статус? Как это влияет на мои права? И, конечно же, разберемся с тем, а не ущемляет ли высокое звание человека Вот эти конструкции, гражданин, або физичная особа Чтобы разобраться в этих вопросах, мы, конечно же, должны обратиться к действующему законодательству И разобраться с тем, а почему там вообще используются такие термины И что они значат И для этого, в первую очередь, я предлагаю обратиться к Гражданскому кодексу Украины Где есть одно базовое для нас понятие Вот мы сейчас на сайте Верховной Рады Украины И смотрим Цивильный кодекс Украины, соответственно И посмотрим 24-ю статью этого кодекса В 24-й статье содержится определение понятия физического лица То есть, что законодатель вкладывает в это понятие И мы видим, что людина, як участник цивильных відносин, вважается физичную особою Многие здесь обращают внимание на последнюю конструкцию, на физичную особу Но забывают о том, что с точки зрения законодательства Физичную особую является кто? Людына Людына Тобто за цим стоить Людына Пэш за все А что это значит? Это значит, что в гражданско-правовых отношениях Законодатель говорит, что там, где человек будет стороной правоотношений Именно в гражданских отношениях мы будем называть его физическим лицом При этом мы понимаем, что это человек О чем прямо, собственно говоря, в этом кодексе и сказано В других нормативно-правовых актах, где используется терминология физичная особа Точно так же мы понимаем, что за вот этим термином стоит человек То есть, если упростить, да, можно сказать, что физичная особа, физическое лицо Это определенный статус человека, который он имеет в определенных отношениях Точно так же Давайте идти дальше, да, давайте разбираться в статусах Кто из вас работает? В отношениях с работодателем вы кто? Кто? Вы работник, и вас же это не смущает, что вас называют работником, да И вы другого человека, да, называете работодателем Вообще никаких проблем нет А давайте пойдем дальше Вы учились Кем вы были? В школе учеником В университете вы были студентом И вас абсолютно не смущало то, что вас называли студентом Вообще в этом проблемы не было И дальше вы могли быть аспирантом В чем проблема? Да, аспирант почему? Ну, потому что учусь в аспирантуре При этом же у вас не возникало сомнений, что вы остаетесь человеком Что вы как человек имеете статус работник, студент, аспирант А давайте пойдем еще дальше Вот сейчас особенно обращаюсь к тем, кто, ну скажем так, заморачивается на этих статусах Кричит, что я людина, а не физична особа Давайте откровенно Вот ответьте откровенно сейчас на простой вопрос Когда вы встречаетесь со своей мамой, а как вы к ней обращаетесь? Вы действительно говорите Здравствуй, человек, который меня родил А когда вы видите отца, как вы к нему обращаетесь? Вы говорите О, здравствуй, человек, который меня зачал Я тебя очень рад видеть Либо вы говорите Здравствуй, мама Здравствуй, папа И в этой же ситуации у вас не возникает вопроса, что за словом мама стоит человек, родной вам человек За словом папа стоит родной человек И это человек То есть это статус его Мама, папа, работник, жена, муж Обращаясь к жене, вы же не говорите Эй, человек, с которым у меня заключен брак Вы же не назваете так свою жену Вы можете назвать ее Любимая, родная, жена в конце концов Но вы не говорите Человек, с которым я заключил брак То есть это простые правовые статусы, которые присваиваются человеку Но носителем всех этих статусов, как бы мы ни говорили Студент, аспирант, работник, папа, мама, муж, жена, ребенок За каждым из этих слов у нас скрывается кто? Человек И в этом нет никакой правовой проблемы И тот факт, что в определенных нормативно-правовых актах Используется статус физическое лицо Не говорит о том, что у вас сужается круг прав Это не говорит о том, что на вас не распространяются Те нормативно-правовые акты В частности, Конституция Украины Которая предусматривает права человека Физическое лицо Гражданин точно так же имеет права человека Но в дополнение к этому он получает еще дополнительные права и обязанности И сейчас давайте обратимся к Конституции И посмотрим, что она пишет по этому поводу Итак, вот он сайт Верховной Рады Украины Конституция Украины И посмотрим, что же здесь есть такого интересного Предлагаю обратиться к вот этому разделу Разделу номер 2, который называется Права, свободы, та обовязкой людыны и громадянына И сразу хочу обратить внимание на что? На то, что здесь предусматриваются еще и обязанности Потому что есть мнение расхожее у правозащитников Что Конституция предусматривает только права человека А обязанности не предусматривает Конечно же, вот это название Где написано Людыны и громадянына Породило множество вот этих теорий заговора О том, что с точки зрения Конституции Громадянын не е людыною Ну, честно говоря Это не помещается вообще ни в какие рамки Вопрос соотношения статуса Человек, гражданин, физическое лицо Это те вопросы, которые изучаются студентами Вообще на первом курсе Студентами юридических вузов Этот вопрос изучается на первом курсе И вот здесь Вот тем правозащитникам, которые говорят Что гражданин не признается человеком Ну, им надо бы все-таки проконсультироваться У студентов первокурсников Они им расскажут В чем разницу Мы же здесь будем говорить о том Что какая разница в правовых статусах Человека и гражданина Вот здесь действительно разница есть Несомненно И человек, и гражданин Являются человеком Но с точки зрения закона У них разный объем прав И вот здесь мы посмотрим Что говорит об этом Конституция Вот есть у нас 26-я статья Где сказано, что иноземцы Та особи без гражданства, что перебывают в Украине На законных подставах Користуются теми самыми правами и свободами, а также несут такие сами обовязки, как и граждане Украины За вынятками, установленными Конституцией, законами и международными договорами Украины А что это значит? Это значит, что человек, который не имеет статуса гражданин Украины Он все-таки обладает другим набором прав и обязанностей Например, в чем это может проявляться? Где это проявляется ограничение? Первое. Президентом Украины может стать только гражданин Украины Народным депутатом Украины может стать только гражданин Украины В спецслужбах могут служить только граждане Украины Что касается обязанностей Какие это обязанности? Ну, например, тот самый актуальный обовязок, который сейчас всех беспокоит Да, это обязанность по защите Отечества Действительно, эта обязанность, она лежит только на гражданах Украины И она не распространяется на всех людей, которые находятся на территории Украины Эта обязанность касается только граждан Украины И вот здесь, в своих правах и обязанностях Правовой статус человек действительно отличается несколько от правового статуса гражданин Но, по своей сути, гражданин, он остается человеком И как человек он имеет все права человека, которые предусмотрены Конституцией Украины Которые предусмотрены международными актами, которые ратифицированы Украиной Еще раз повторюсь, гражданин Украины признается, естественно, является человеком И как человек он имеет все права человека, предусмотренные Конституцией Украины И международными актами И не нужно здесь никаких спекуляций И в том случае, когда мы вот читаем с вами 27 статью Вот посмотрите, что здесь написано Кожна людына маяны видьемны право на життя Кожна людына То есть Украина вызнает право на жизнь за каждым человеком И не имеет значения, этот человек гражданин Украины Этот человек является иностранным гражданином Либо этот человек является лицом без гражданства Независимо от его правового статуса в контексте гражданства Мы признаем за этим человеком право Право на жизнь И другие права точно так же мы читаем Смотрите Кожен мая право на повагу до его гидности Вот здесь вообще не сказано Кожна людына, че громадянын, че особа И по правилам толкования закона Когда указано кожен То мы говорим, что кожна особа Кожна людына Все, абсолютно все Мают право на повагу до его гидности Независимо от их правового статуса И вот давайте сейчас по аналогии с этой статьей Посмотрим еще одну статью Ну по аналогии в контексте конструкции Смотрите, 68-я статья, например Кожен зобовязанный неухыльно додержуватись Конституции Украины Та законів Украины Не посягати на права, свободы, честь и гидність Инших людей Снова конструкция какая? Кожен То есть не говорится о том, что кожен Кожна людына Либо кожен громадянын Кожен То есть все должны эти законы соблюдать И Конституцию Украины соблюдать Далее Кожен зобовязанный сплачуватый податки Не нравится нам, безусловно, эта обязанность Не спорю, мне тоже не очень нравится Но Кожен зобовязанный То есть все обязаны А вот статья 65, например, смотрите Захист вечизны, незалежности Та территориальной цельсности Украины Шанувание ее державных символов Є обовязком громадян Украины То есть только громадян Украины Вже иноземців це не стосується Осіб без громадянства це не стосується Только громадяни Украины Зобовязані це робити К чему я это веду? К тому, что Конституция Украины Как дает права всем Просто в зависимости от правового статуса Этот объем прав будет сужаться Либо наоборот, где-то расширяться То, что мы говорили Граждане Украины могут стать президентом Украины Негражданин Украины не может стать президентом Украины Но и гражданин Украины и негражданин Украины Имеют в Украине права человека И они никоим образом не могут ограничены быть Именно как права человека Кстати, здесь еще хочу отметить такой момент Вот есть люди, которые говорят, что Мол, обовязки для физичных осіб в Конституции А человеку только права даны Ну, вот допустим, смотрим эти же статьи Опять же, кожен зобовязанный Не сказано, что только физична особа зобовязана А людина не зобовязана Здесь тоже кожен зобовязанный Что это значит? Все обязаны Не только те, кто является гражданином Украины Либо физическим лицом с точки зрения законодательства Украины Кожен, кожен То есть приходит сюда гражданин другого государства Начинает здесь бизнес Организовывает какое-то предприятие Да, регистрирует компанию Юридическое лицо И он будет обязан платить налоги Почему? Потому что кожен зобовязанный То есть он не может сказать Я человек Я не являюсь гражданином с точки зрения государства Украины Я являюсь гражданином другого государства Либо я вообще человек без гражданства Я не буду платить налоги Нет, друг, так не получится Мы признаем, что ты человек Но дело в том, что у нас по конституции Каждый обязан платить налоги Поэтому, друзья, вот эти все разговоры Что только обязанности для физических лиц Для человека только права Ну, эти все разговоры просто от отсутствия Надлежащего юридического образования И все От неправильных выводов От непонимания логики законодателя Есть еще вот люди, которые говорят Что, мол, в конституции вообще Про физичную особу ничего не сказано И там взагалит Эту мин особа не вживается Там ей только людина Давайте проверим сейчас Так это или нет Есть прекрасная функция Поиск, да? По тексту И вот мы Ой, прошу прощения Сейчас исправимся Вот смотрим Так, есть ли текст физичным О, смотрите 152-я статья О чем говорит Материально, чиморально, шкода Завдана физичным або юридичным особам Актами и диями, що визнанні неконституційними Відшкодовуються державою Встановленому законом порядку То есть Конституция України Использует термін Фізична особа Он здесь упоминается Поэтому, друзья Ну, что могу сказать Внимательней надо быть Далее Термин особа То есть Вот сейчас обращаюсь к людям Которым не нравится Что их называют особою Если вам не нравится это То вы должны отказаться От своих конституционных прав Вы должны признать сейчас Что вы не имеете Определенных конституционных прав Сейчас покажу, каких Вот начнем мы со статті 32 Ніхто не може зазнавати Втручання в його особистие Сімейное життя Крім випадків Передбачених Конституцией України А далі, дивіться Не допускається Збирання, зберігання, використання Та поширення конфиденційної інформації Про особу Без її згоди Крім випадків Визначених законом І лише в інтересах Національної безпеки Економічного добробуту Та прав людини Дивіться Про особу Здесь не указано Про людину Громадянина Іноземця Фізичну особу Просто про особу Соответственно, якщо ви говорите Що я не особа Ну, що? Тогда про вас можна Собирать інформацію А давайте дальше посмотрим А вот посмотрим Ми тридцатую статтю Кожному гарантується недоторканість житла Снову таки Кожному Не указано кому Гражданину Негражданину Без громадянства Людині Кожному Тобто всім гарантується Таке право А далі читаємо Не допускається Проникнення до житла Чи до іншого Володіння особи Проведення в них Огляду Чи обшуку Інакше Як за вмотивованим Рішенням суду То есть Снова особа Снова особа Соответственно Якщо вам не нравится Що здесь Іспользується термін Лицо А вот здесь Написано кожному А не написано Що человеку То в этом смысле Вы тоже должны Сказать Значит Конституция Украины Тридцатая Ее статья Тоже на вас Не распространяется Потому что Вы человек А здесь Не написано Человек Так что Теперь Если там Не написано Человек Мы не имеем Этого права Ну естественно Имеем Естественно Это неправильная Логика Просто Друзья Нужно понимать Что есть Правила Есть юридическая Техника Есть юридическая Терминология Которая по-разному Используется В действующем Законодательстве Каждый термин Который используется Он не просто так За ним Есть скрытый Смысл Этот смысл Чтобы понять Годами Нужно учиться Ну невозможно Просто так Взять Назвать себя Правозащитником И сказать Я все знаю Что написано В законах Невозможно Поверьте Я всю жизнь Работаю В сфере Права И то Для меня Возникают Сложности При толковании Тех законов Которые Вот новые Для меня Да С которыми Я сталкиваюсь Либо Которые Там Вносятся Какие-то Новые Изменения И ты Пытаешься Разобраться А что же Хотели сказать Друзья Никакой Здесь Теории Заговора Нет Украина Не стала Корпорацией Не перестали Чтить Здесь Права Человека Конституция Признает Права Человека Все нормально То что написано Что физические Лица Что мы Имеем Вот этот Статус Физические Лица Нет в этом Абсолютно Никакой Проблемы Но конечно Вы можете Меня спросить Олег Ну зачем Мы используем Вот это Физическое Лицо Ну почему Было бы Не написать Везде Человек И снять Все вопросы Отвечу Сложно Отвечу Сложно Просто Невозможно Здесь Ответить Есть В юридической Науке Такая Теория Концепция Разделение Всех Субъектов Права На Физических Лиц Под физическим Лицом Всегда Здесь Понимается Человек И юридических Лиц Это Вот те Уже Фикции Которые Ну в реальности Не существуют Да Но вот Мы собрали Там пачку Бумаг Зарегистрировали Как юрлицо И договорились Что вот Эта фикция Это Есть Юридическое Лицо Оно Будет Нести Ответственность Выступать Стороной По Обязательствам И все Ну вот Так Исторически Сложилось Вот Так Развивалась Наука Права Что в ней Появилась Концепция Юридических И физических Лиц Она Есть Более того Я могу вам Подтвердить Сейчас документально Подтвердить На Примере Международных Документов Что Эта теория Существует Давно Это Не то Что появилось В современной Украине Как Сторонники Теории Корпорации Рассказывают Что Мол Это Вот После 91 Года Нас Назвали Физическими Лицами И все И мы Теперь Стали Физлицами А не Людьми Обратимся К Достаточно Старому Нормативно Правовому Акту А если быть Точнее Международному Договору К всеобщей Декларации Прав Человека Посмотрим Что же Там Написано Итак Сейчас Мы На сайте ООН Вот здесь Вы можете Убедиться В этом Ну и плюс Я ссылочку Оставлю В описании Можете Проверить Это Всеобщая Декларация Прав Человека На Английском Языке Я хочу Показать Вот тоже Разницу В подходах Где Разные Правовые Системы По-разному Отображают Один и тот Же Текст Вот здесь Последний Абзац Используется Терминология Групп Да То есть Группа Либо Персон То есть Персона Один человек Да То есть Это не что-то Новенькое Так вот Здесь В этом же Последнем Абзаце Да Используется Термин Группа Лиц Или Отдельными Лицами То есть Появляется Вот эта Категория Лица Да Если Опять же Вернемся К предыдущему Тексту Здесь не указано Ничего Про лица Да Нет слова Face Ну либо Его аналога В английском В языке Есть Группа Либо Персона В русскоязычном Варианте Есть Слово Лицо О чем Это нам Говорит А это Говорит Нам о том Что Теория Разделения На физические Юридические Лица И Использование Категории Лицо В юридических Документах Абсолютно Неного Эта Теория Уже Стара И вот Она Закреплена На сайте ООН В официальном Документе ООН И никаких Проблем ООН По этому Поводу Не испытывает ООН Не говорит Что Вот там У нас Написано Лицо И С этим Есть Какая-то Проблема И это Ограничение Прав И прочее Друзья Ну не надо Искать Проблемы Там Где их Просто Нет Да Да Я соглашусь Возможно Возможно Можно было В принципе С самого начала Не подходить К этому Вопросу Так Да А использовать Скажем Принцип Гуманизма Вообще Да Человеколюбия И везде Во всех Случаях Писать Человек Но в таком Случае Мы бы Получили Другие Конструкции Человек Который Вступил В брак Человек Который Меня Родил Ну вместо Там Жена Муж Мама Ну и Прочее То есть Тоже Были бы Конструкции Ну достаточно Наверное Не знаю Не то что Проблематичные Но может Где-то Смешные Ну представьте Вот мы Маму Называли бы Человек Который Меня Родил Ну такое Себе То есть Все-таки Здесь Закон Использовал Ту терминологию Которая Сложилась В принципе В обществе Да Когда вот Мы говорим О статусах Там Студент Аспирант Родители Муж Жена И Использовал Собственно Говоря В законодательстве Еще раз Повторюсь Эти статусы Никоим образом Не уменьшают Значимость Человека Как Как Человека Да Вот в самом Широком Понятии Этого слова В философском В биологическом В социальном В психологическом Вот в самом Широком То есть То что Я Именуюсь В определенных Документах Как адвокат Либо как Физическое лицо Предприниматель Это не умаляет Никоим образом Моего Человеческого Достоинства И не Сужает Круг Моих Прав Вот тех Базовых Прав Человека Поэтому Друзья Ну вот Подводя итог Что могу сказать Ну не переживайте Вы по этому поводу Но здесь Действительно Нет вообще Никаких оснований Для того Чтобы Переживать И Видеть там Какой-то Заговор Сумасшедший Ну а если Вы видите Заговор Ну что Друзья Это ваше право У нас Конституция Закрепляет Право На свободу Мысли И Я здесь Изложил Свою позицию Если она Вам не нравится Ну что Значит Просто у нас Разные позиции И конституция Этого К счастью Не запрещает Да И мы можем С вами В принципе Продолжить И дальше Дискуссию По этому поводу Там в комментариях А я возможно Если не буду Отвечать в комментариях То там На самые Такие Популярные Замечания Буду снимать Видео Ответы Друзья На этом все И так уже Наговорил Занял много Времени Но тема Такая Достаточно Обширная Если вам Кажется Что это видео Носит Какую-то Полезную Информационную Ценность Поставьте ему Лайк Подпишитесь На мой канал Вы в таком Случай найдете Еще много Полезных Видео Которые Помогут Защитить Вам Ваши Права Реализовать Ваши Права В Украине В современном Мире Потому что Я все-таки Подхожу К вопросам Защиты Прав С точки Зрения Поиска Эффективных Механизмов Да Вот Здесь мы Говорили Взагали Вообще О теоретических Конструкциях Но обычно Я все-таки Говорю О конкретных Механизмах О конкретных Путях Реализации Ваших Прав Которые Вы Можете Выполнить Ну и Соответственно Реализовать Напомню Что с вами Был Олег Лукьянчиков Адвокат Кандидат Юридических Наук Желаю Вам Удачи Благополучия И конечно же Мира Пока-пока Продолжение следует